Найкраще кино на канале Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Доброе утро! Доброе! Ух ты! А в честь чего это вдруг? Ты правда даже не догадываешься? Опять твои женские намеки? Ну говори, что случилось? Да нет, ничего не случилось. Ну и ладно. Ну ладно. Ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Да, Светочка. Запишите меня, пожалуйста, на 17-е число, часа на три. Но я еще не уверена. Я приеду в офис, пойму, что у меня там с расписанием. Если получится, подъехать. Девушка, ну в который раз? Ну в самом деле, из-за вас не могу выехать. Ну на полметра встаньте подальше. Попросите Любочку, пожалуйста, чтобы она записала обязательно меня на массаж. Да, спасибо. Спасибо. Соня, доброе утро. Здрасте. А расписаться? Потом, дядь Миша, я опаздываю. Да, и с добрым утром. Соня! Соня! Здравствуйте. Я ничего не видела. Чего ты ничего не видела? Совершенно ничего. Соня, ты нормально сегодня спала? Там в подсобке лежат цветы. Да, я знаю, я знаю. Я просто не хотела портить сюрприз. А, его уже испортили. Я попросила менеджера купить один нормальный, адекватный букет. Этот придурок приволок, этот веник сказал, что не смог выбрать. Да мне очень нравятся. Очень красивые цветы. Прекрасно, что тебе нравится. Но мы же не можем Пал Палычу дарить вот это. Это не солидно. Как Пал Палычу? Соня, не тупи. У Пал Палыча повышение. Мы через 15 минут идем его поздравлять. Давай, иди и быстренько сделай так, чтобы эта охапка выглядела не так убого. Соня, не тормози. Да. Давай, 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 работнички. Менеджер придурок. И этот тормоз тоже. Ну, давай, давай, порадуй папочку. Ну, давай, давай, порадуй папочку. Черт! Алло. Алло, Антон. Я из-за тебя ставку проиграл. Что ты хотела? Да я тут задерживаюсь на работе. У нас у Пал Палыча повышение и корпоратив празднуют. А я тут сижу с отчетом. Так что я раньше десяти, наверное, дома не буду. Там в холодильнике лежит… Ладно, я разберусь. У меня нет времени. Все, давай. Ваши здоровьи, дорогой, пап, 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 пап. Поздравляем! Поздравляем вас! Поздравляем! Свет, ну что ты? Работаешь? Да, да, работаю. Молодец. Держи. Держи. Мне вообще нравится, как ты работаешь. Спасибо. Слушай, у нас такое дело, у нас сокращение, Павел Павлович уже издал распоряжение и в общем, ну, мы там все собрались, мы там поговорили и, в общем, мы тебя решили сократить. В смысле, я уволена? Нет, нет, сокращена. Ну, слушай, ну а кого? Ну, ты между всех у нас работаешь. Короче, я что хочу сказать, ты можешь домой идти? Только отчет доделаешь, и домой. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Соня, ты в порядке? Ну, как сказать, меня уволили. Ну, ну, ты только не плачь. Это не конец света. За каждой черной полосой всегда следует белая. Да, но у меня нет никаких белых полос. Одни только черные. Притом одна чернее другой. Мало того, что уволили, так еще и никто не поздравил с днем рождения. Ой, извини. Я тоже не знал. Ну, поздравляю. Спасибо. Даже муж не поздравил. А может, он специально? Может, он дома тебе готовит сюрприз? Посмотрим. До свидания. До свидания, Соня. До свидания. Соня. Твою ж мать. Ай. Ты че так рано? Соня. Твою ж мать. Ай. Ты че так рано? Ты ж говорила, раньше десяти не будешь. Соня. Не расстраивайся. Бывает. Ай. Не расстраивайся. Ай. Ну, мы с там все собрались, мы там поговорили. И в общем, мы тебя решили с обратить. Твою ж мать. Ай. Ты че так рано? Ты ж говорила раньше десяти не будешь. И что ты думаешь? Моя компания выиграла тендер А на следующий день Он заваливает ко мне с бутылкой Какого-то дорогого вискаря Ну я думал, что он пришел Так сказать, поздравить меня Что было бы логично в его ситуации Наливает два стакана И говорит, ты знаешь, Илья Я пришел Сказать, что я тебе не завидую Потому что ты номер один А я номер два А это значит, что я буду работать в два раза лучше И заработаю в два раза больше И выпил Что, так и сказал? Да, я тебе клянусь, так и сказал И выпил И после этого вы подружились, да? Нет, после этого я подумал, что он сумасшедший Что ты думаешь? Как сказал, так и сделал Через год его компания подвинула мою И теперь уже я с бутылкой вискаря пришел к нему Вот потом мы подружились Бедный Толик Царство ему небесное Классный был мужик твой отец Да А помнишь, когда ты пришел к нам в гости И впервые взял с собой Егора Сколько тебе тогда было? Я не помню Семнадцать, наверное Да, да, семнадцать Ой, я хорошо помню Ты такой стеснительный был Ну, прям слова нельзя было вытащить Ну, это я, наверное, виноват Потому что сразу с порога Смотрите, какого я вам жениха привел Прости, Егора Да вы все подшучивали, что мы хорошо смотримся Прямо жених и невеста Ну, а что, разве мы не угадали? Мне кажется, у вас давно уже дело идет к свадьбе Так что скоро мы с вами породнимся С твоим отцом мы не раз об этом говорили Ну, не только об этом Вы планировали объединить компании Ну, да Рынок к этому подталкивает Хочешь доминировать, надо объединяться Давно пора осуществить эти планы Тем более, когда наши дети вместе И любят друг друга Прошу прощения Мы можем стать не только одной семьей Но и компанией Равной которой не будет Извините Ну, Кристина Тогда смотри, получается, что твои мощности И наше сырьевое производство Станут общими Да мы вытесним всех конкурентов К чертовой матери с рынка Спокойно Не надо нервничать Так Вам трудно говорить Вы ведь только что после наркоза Но не напрягайтесь Знаю Все ваши вопросы Они всегда почти одни и те же Отлично Ваш первый вопрос Где вы? Вы здесь, у нас В больнице Второй вопрос Как вы сюда попали? Вы разбились на своей машине Вы помните это? Замечательно У нас Все получается Так И спокойней Третий вопрос Что с вами? Мы Сделали вам операцию Мы удалили Осколок Из Грудной клетки Операция прошла Успешно Самое главное Полный покой Договорились? Я еще Приду сегодня к вам Да, кстати Мы звонили вашему мужу Ну, сразу Как только вас сюда привезли А он так и не приходил Я ему еще позвоню Будьте спокойны А он так и не приходил Ну, как ты Себя чувствуешь? Слушай Я по поводу Ну, я не знаю, как это произошло Я возвращался из клуба После игры в покер Тут встретил Соня Она мне сама На шею вешалась Я тебе клянусь Ну, ладно тебе Что было, то было Один раз же Я не хотел, чтобы ты об этом узнала Но ты сама виновата Это же ты раньше С работы пришла Ладно Продержите, пожалуйста Спасибо Нужно все съесть До последнего А вам нужны силы Соня Ты что ли Быть этого не может Вашей жене очень повезло Но, как минимум Три недели Ей придется провести В больнице Сколько? Три недели? Да Вот, блин, попадалова Главное, что она жива Держите Это список лекарств Которые вам необходимо Ей купить Да, конечно Мам Какой смысл раскладывать пассианс на бумажных картах Если можно на телефоне это сделать? На телефоне нельзя жульничать А если жульничать В чем тогда смысл? В победе Смысл всегда в победе, Кристина И наши с тобой победы не за горами Сомневаюсь Так Чтобы я больше никогда не слышала от тебя таких слов Поняла? У нас все идет по плану Ты же знаешь Сорокину надоела Холостяцкая жизнь Егора Ну, он по-прежнему непробиваем Он избегает всех разговоров о свадьбе Он даже жить со мной сейчас не хочет Ну, значит, ты плохо стараешься Мам, я делаю все, что в моих силах Значит, не все Ты что, забыла, что от этого брака зависит наше будущее? Забыла, что нас могут объявить банкротами И мы окажемся на помойке? Меня еще и посадить могут Ну, я же не виновата, что отец умер и оставил нам кучу долгов Но ты единственная, кто может это исправить Если ты выйдешь замуж за Егора Мы будем финансово обеспечены Но сделать это нужно быстрее, чем они поймут, что мы пустышки И кроме громкого имени у нас ничего больше нет А я думаю, тебе нужно продолжить обрабатывать отца Егора Он любит все эти ваши бизнес-схемы А Егор боится ему перечить Вот такая ты мне нравишься больше Вы идите Федор Богданович Да Представляете, встретила в больнице свою одноклассницу Ух ты Да Со школы не виделись Это та, что после аварии Ну, которая пыталась покончить с собой В каком смысле? По показаниям очевидцев, это не случайная авария Она намеренно вылетела с дороги Простите Простите Проснулась А кто купил лекарство? Федор Богданович не смог дозвониться твоему мужу Лечение останавливать нельзя Тебе не стоило на меня тратиться Ну, не суть Выздоровеешь, рассчитаемся Не думай об этом Все будет хорошо У меня точно не будет В моей жизни все не так, как хотелось бы Ну, так уж все Я замужем, но Если честно, я даже не знаю, люблю ли я его Похоже, я Антону нужна Просто, чтобы стирать и убирать Я очень хотела детей Но он Не хочет, чтобы что-то вмешивалось в его беззаботную жизнь Принцев на белом коне на всех не хватает Я на работе из кожи вон лезла Засиживалась до ночи А меня взяли и сократили Так ты из-за этого на машине? Главное, что ты жива Выздоровеешь Уйдешь из больницы, вернешься к мужу Все у нас наладится Я хочу остаться одна Конечно Субтитры делал DimaTorzok Ты что? Стой! Брось! Брось! С ума сошла! Он изменил мне В нашей спальне, на нашей кровати В день моего рождения Какой смысл Сожиг Плачь, не плачь Так все будет хорошо, слышишь? Федор Богданович Да Вы уже домой? У меня к вам дело срочное У нас ведь есть дежурный врач Мне не нужен дежурный врач, мне нужны вы Лена, ко мне придут друзья Хоккей по телевизору А у меня вопрос жизни и смерти, я вас очень прошу Идем Вы знаете, когда я был студентом У нас был один профессор, он говорил Любой пациент, который скажет, что не хочет жить Он пытается сказать Помогите мне, только боится Мне не нужна помощь Вы знаете, помощь Помощь, она нужна всем Люди живут, когда им есть ради чего жить У меня ничего нет Вся моя жизнь, это Сплошные неудачи Вы знаете Мне очень нужно вам кое-что показать Ой Ну как же так? Зачем вы меня сюда привезли? Посмотрите на ваш снимок Видите? Железный осколок пробил вашу грудь И остановился у самого сердца Если вы считаете, что вам не везет Посмотрите на этого мужчину Который попал в такую же аварию, как и вы Только он умер А вы, слава богу, живы Почаще смотрите на снимок Не забывайте, что жизнь Подарила вам Второй шанс За что ж так? Зима Какое чудо Вот говорят Дети любят зиму, а взрослые нет А я А я люблю Потому что после зимы будет весна Потом Потом лето Тепло Да Ну разве не чудо? Конечно чудо Жаль, что не все так думают Чем старше мы становимся, тем наши зимы длиннее А до лета надо еще дожить Может поэтому мы так печемся о наших детях Знаем, что не всегда будем рядом Да, просто читаешь мои мысли Рано или поздно придется отойти от дела Егору просто наплевать На то, чем я занимаюсь Кто-то должен будет после меня управлять компанией У Егора есть Кристина Они любят друг друга И эта любовь поможет им преодолеть любые трудности Ну да Кристина девочка с характером Хватка есть Прям вся в отца Если наши дети поженятся Мы объединим компании И нам с тобой больше никогда не придется Переживать за их будущее Ты же знаешь Я всегда был только за Объединение наших компаний Но я не знаю, что это Современные нравы такие Почему они не поторопятся Нравы нравами, а внуков-то хочется понянчить Вот и поторопи их Соня! Напугала, Ленка Процедурам готовы? Тебе заняться нечем Есть, ты Вот я тобой и занимаюсь А это твой новый дружбанчик И когда тебе будет грустно Ты будешь смотреть на него И тебе сразу будет становиться Легче О, я вижу, ты начала кушать Ну, наконец-то А хочешь, я для тебя добавку выбью? Ну, куда, Лена Я и так лишние килограммы набираю Тогда гулять Собирайся Через пять минут зайду с тобой Давай, давай, гулять, блядь Какой свежий воздух Еще бы Да, давно я не была на улице Две недели в четырех стенах Бенка, а почему ты не поступила в медицинский? Не прошла? Ну, вернее, не дошла Я даже и не пробовала подавать документы Думаю, не возьмут Знаешь, без связи и денег Фиг поступишь Ну, ты даешь Мне кажется, тебе стоит попробовать Да, куда-то Не лезть А я в эти дни столько раз Свою жизнь в голове прокручивала И знаешь, я решила себе дать второй шанс Ну, ты молоток Слушай, поправишься Найдешь новую работу Вообще все наладится Я хочу Открыть студию флористики Да ладно Типа свой бизнес? Угу Слушай, а не рискованно ли? Ну, я не знаю Надо открыть, а там посмотрим Это же деньги нужны, получается Вообще, прогореть можно Ну, Лен, это пока планы Ну, что думаешь? Думаю Думаю, что позвал ты меня Совсем не за этим Мы оба знаем Бизнес не мой конек Да Хотел с тобой поговорить Ну, тогда не ходи вокруг да около Говори прямо Прямо Почему ты не женишься на Кристине? Так и знал, а? Да потому что я не уверен, что люблю ее Что, что, что? Не уверен, что люблю? Да ты что? Мы столько лет вместе Да Давно вместе И чем дольше мы вместе Тем чаще я задумываюсь А что, если это не любовь? А просто привычка Ну, и хорошо, что в этом плохого Да, привычка Ну, разве это любовь? А разве нет? Подожди, Егор Подожди Мне кажется Конечно, со мной тоже такое было Ты просто нервничаешь Перед принятием ответственного решения Вот и все Я просто боюсь Боюсь совершить ошибку Как ты не понимаешь этого? Какая ошибка? О чем ты говоришь? Ошибки быть не может Я-то вижу в идеальная пара Ну, ты-то откуда это знаешь? Я не понимаю А кому знать, как не мне? Наши семьи уже столько лет вместе Вот Вот Давай откровенно говорить, да? Ты так сильно хочешь, чтобы эта свадьба состоялась Исключительно потому, что давно мечтаешь Чтоб их и наш бизнес соединились Что в этом плохого? И хочу это ради тебя прежде всего А ради меня ли? А ради кого? Да твое счастье Твое прежде всего И для меня это главное Да ты что? А тебе напомнить, как ты бросил меня и маму Ради бизнеса Вот не надо Не надо со мной так говорить Не надо Мы с тобой об этом говорили И это было давно Но, видимо, недостаточно давно, чтоб я забыл Чтоб я забыл, каково это Каково это жить без отца Хватит! Я сказал Женишься на кресте Ивцар Папа 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 Врача! Позовите врача! Тише, тише, тише Сердечный пристук Мужчине 60 лет В реанимацию Стойте! Вам туда нельзя Послушайте, это мой отец Мы сделаем все возможное Мужчине 60 лет Состояние вашего отца Нам удалось стабилизировать Скажите, он поправится? Вы знаете, главное, чтобы его сердце Начало работать без этих вот аппаратов Тогда будем говорить о выздоровлении Сюда он попал по скорой Может, мне его перевести в другую клинику? Ну, почему же У нас очень хорошие специалисты Он меня сейчас понимает? Да, конечно Но предупреждаю Его нужно оградить От любых проблем Зачем? Зачем я наговорил тебе все это? Ты прав, отец Ты всегда прав А я просто эгоист И ты действительно желаешь мне только добра Прости меня Прости меня За то, что раньше я это не понимал Алло Кристина, привет Привет Давай завтра в нашем ресторане встретимся Давай, зачем? У меня для тебя сюрприз Хорошо До встречи До встречи Мам Мне кажется, завтра наступит тот день Которого мы так долго ждали Извините, пожалуйста Вообще-то я первая подошла Разве? Да Да Вы засунули деньги Прямо передо мной Но вы же этого не сделали Правильно? Вы же могли подождать Девушка, это не магазин Это автомат Кто первый засунул деньги Кто-то прав Вы забрали шоколадку Которую хотела я Она последняя Значит, сегодня просто не ваш день Значит, сегодня просто не ваш день Девушка Да Мам, ты представляешь, какой хам Кто? Да там, один возле автомата Там вроде никого нет Кроме одного высокого красавчика В белой рубашке Там стоит только Высокая жадина В белой рубашке Забрала у меня Последнюю шоколадку Ай-яй-яй-яй-яй-яй Никакой он не красавчик Слушай, может тебе Окулисту показать У нас есть Я тебя запишу Что, ему уже глазки строил? Нет, ему не до этого У него отца сердцем привезли У нас есть Ужас Меня вон там Ужас Ужас Ай-яй-яй-яй Ужас Тебе Ужас 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 Девушка Ужас Ужас СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Извините меня. Если вы про первую нашу встречу, я не сержусь. Слышала про вашего отца. У него сердечный приступ. Мне очень жаль. А шоколадка вкусная была. Егор. Соня. Очень приятно, Соня. Ну, а вы как здесь оказались? Авария. Да вы что? А как это случилось? Техническая неисправность машины. Понятно. Соня, а давайте прогуляемся? Можно. А чем вы занимаетесь? Помогаю отцу в бизнесе. Хотя иногда мне кажется, что только мешаю. Бизнес это явно не мое. А чем вы хотели заниматься? Вы знаете, когда я учился в Лондоне, то посещал студию рисования. И это мне реально нравилось. Да. А потом вернулся, отец меня увлек работой и забросил рисовать. Добавно. Я бы никогда не подумала, что вы художник. А хотите, я вам докажу? Ну, докажите. Ну, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. А вы чем занимаетесь? Сейчас ничем. Но я кое о чем мечтаю. Но мечтать это уже неплохо. Иногда я даже боюсь своих мыслей. Ну, глупо бояться мечтать. Ведь все самое лучшее в этой жизни начинается с мечты. Легко сказать. Закройте глаза. Зачем? Закройте. А теперь представьте то, о чем вы больше всего мечтаете. Ну, я вижу себя, но не такую, как сейчас. А какую? Сильную. Уверенную в себе. И... И? Красивую. Да. Что видите еще? Цветы. Они живые. Они повсюду. И они прекрасные. А мне очень интересно, что это за место. Это студия флористики. И она моя. Вот видите, мечтать это здорово, замечательно. И, пожалуйста, не сомневайтесь ни в чем. Все вокруг считают, что я не справлюсь. Даже мой муж в меня не верит. А вы замужем? Да, но в последнее время... Не важно. Я просто хочу, чтобы моя жизнь сильно изменилась. И никогда уже не была такой, как раньше. Я думаю, что все у вас получится, Соня. Обязательно получится. Что за хрень? Пришел узнать, когда тебя выпишут. Я не знаю. Но там уборки скопилось. За квартиру нужно платить. Ты же сможешь выйти на работу, как выпишут? Я тебе не говорила, но... Меня уволили. Да, умеешь ты вляпаться в неприятности. Ну, значит, найдешь другую работу. Я не хочу искать другую работу. Я хочу попробовать открыть свое дело. Опять цветочки? А ты хоть понимаешь, сколько для этого нужно денег? Понимаю. Много. Но, допустим, у меня есть деньги. Вот если бы они были, давай допустим, я бы им нашел применение получше. Да я даже знаю, какое. В любом случае, то, чем я занимаюсь, куда надежнее твоей глупой идеи. Она не глупая. Соня, спустись на землю. Тебе сколько лет? Да вот именно. Сколько мне лет и чего я достигла. Я устала от этого. Я знаю, что я способна на большее. Почему ты в меня не веришь? Хочешь правды? Тогда посмотри на себя. Ну, куда тебе соваться в бизнес с твоими мозгами? Ты хоть понимаешь, что тебя ждет? Выкинь эту дури с головы. Никогда не позволит мне заниматься тем, чем я хочу. Вообще никогда, понимаешь? Ну, он просто реалист. Все мужчины такие. Я не хочу, чтобы меня выписывали. Я не хочу возвращаться домой. Я вообще не хочу свою прежнюю жизнь. Да куда ты лезешь? Обожжешься. Надо сигнал подождать. Я обожглась, когда вышла замуж за Антона. Собирайся. Пойдем домой. Я пока заберу твою выписку. Я хочу. Спасибо. Егор, привет. 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 Что-то случилось? Что с тобой? Ты выйдешь за меня? Да. Проходите. Уже оделась? А где Соня? Вы знаете, я думаю, она сюда не вернется. Найкраще кино на канале Украина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Ленка, спасибо тебе большое, что приютила Ты даже не представляешь, как много для меня это значит Да не парься, живи сколько хочешь А помнишь, как в детстве? Бегали ночевать друг к дружке Точно Так, ну вот, ваша ложа готова, милости прошу А ты знаешь, у меня нет ничего из одежды Не проблема Ну, вот, бери все, что хочешь Что, болит что-то? Рана? Нет, просто такое чувство странное внутри То ли радостно, то ли страшно Ты вообще с ним не собираешься говорить О чем? Располагайся Вызываемый абонент Ну, значит, как ты со мной Значит, вас интересует кредит для бизнеса? Да, я хочу открыть свою студию флористики Вы не указали никакого имущества У вас есть квартира? А, нет, нет, мы с мужем живем на съемной Может быть, у ваших родителей есть какое-нибудь ликвидное имущество? Дом, дача, земельный участок? Нет, у моей родителей их давно нет Понимаю, но кто-то же должен выступить поручителем Может быть, муж или его родственники А можно обойтись вообще без мужа? В вашем случае, без поручителя банк вам откажет Сумма кредита крупная А еще, если вы просрочите, то пеня будет большая Ну, да, я понимаю Скажите, а если, ну, вот, я не смогу заплатить по кредиту, тогда что? В таком случае, банк имеет право забрать ваш бизнес Имущество будет распродано, но это покроет лишь часть суммы Остальное вам придется выплачивать самостоятельно Поэтому вы должны быть абсолютно уверены в своих силах И, кстати, обязательным условием является страхование вашего бизнеса Сумма страховки входит в кредит Вот графики выплат Выплат Простите, а это за месяц? Да Вы знаете, мне надо подумать Конечно Извините Я согласна Послушайте У вас нет работы Нет имущества Для банка вы неблагонадежны Я, конечно, могу отправить документы на рассмотрение Но без поручителя шансов почти нет Отправляйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Серега, ну, долгони Я вернусь через пару дней Да знаю твои пару дней Да я клянусь, вернусь, Серега Слушай, отцепись Найди себе работу Да пошел ты Да пошел ты Алло София Кузьмина? Да, но… Это Тихонов. Скажите на милость, ну, куда вы так неожиданно исчезли? Ну, я… Ну, ладно, ладно. Не утруждайтесь. Это ведь ваше личное дело. Вы ведь должны приехать сюда и забрать свою выписку. Хорошо. Уехала, значит, тварь. Так и бросила меня. Алло, да. Да, это я. И я поняла. Спасибо. До свидания. Не помешаю? Ой, здравствуйте. Нет, конечно. Соня, как вы себя чувствуете? Ничего уже лучше. Меня вот выписали. Как ваш отец? Вы знаете, состояние стабильное, но говорят врачи об этом без особого энтузиазма. Ты понимаешь, что это значит. А вы на отдых собираетесь поехать? А, нет. Это буклет из банка. Помните, я вам рассказывала про свою мечту? Да, конечно. Студия флористики. Да. Я хотела взять кредит, но мне отказали. Ну, сказали, что я неблагонадежна без поручителя. Позвольте, я гляну? Да. Вот они погорячились, конечно. Сволочи. Кредиторы? Кредиторы набросились на нас, как стервятники. Мам, у нас уже есть решение всех проблем. Нам повезло, что старый дурак загремел в больницу. Егор так трясется сейчас за здоровье своего папаши, что наконец-то перестал выпендриваться. Ну, ты хорошо обработала Сорокина, а он Егор. Ну, а нам нужно выиграть время. Я хочу, чтобы ты организовала прием в нашем офисе для наших партнеров. Сейчас? Когда наш бизнес трещит по швам? Да. Именно сейчас. Мы должны всем показать, что у нас все хорошо. Ну, хочешь, я банк ограблю за тебя? Лен, вот вообще не смешно. Ну, не злись. Я просто хочу тебя как-то подбодрить. Да я не злюсь. Знаешь, ты была права. Но у меня нет шансов открыть свое дело. Видимо, у меня судьба такая. Сидеть в задрипанном офисе и прислуживать мужу. Идея есть. Давай напьемся. Так что, до поросячьего визга. Хочешь, как на выпускной? Чего-то я не помню. Вот именно, что не помнишь. Не, ну чего, ну давай. Пойдем, посидим. Алло, да. Да, это я. Что? Да, конечно, я сейчас приеду, я могу. Хорошо, спасибо. До свидания. Что? Что? Ленка, мне кредит одобрили. Да ладно? А как это вообще понимать? Я не знаю, я сама не понимаю. Осталась чистая формальность. Оформить страховку и подписать все бумаги. И все, кредит ваш. Не забывайте только вовремя вносить платежи, иначе пение будет серьезное. Да, я поняла. Попрошу ваш автограф здесь и вот здесь. Скажите, а я не понимаю, почему банк вдруг одобрил кредит? У вас появился поручитель. Поручитель? А кто? Егор Сорокин. Компания его отца, давний клиент нашего банка. Вам повезло. Я тоже хотел бы иметь таких влиятельных друзей. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас поблагодарить. Спасибо большое, что за меня поручились. Мне дали кредит. Ну, сказать честно, это было несложно. Только я не понимаю, а зачем вам это? Мне нравится, что вы верите в себя и делаете то, что считаете правильным. Да. Только вы говорили, муж против вашей идеи. Он что, передумал? Нет, это я передумала и ушла от него. Егор, привет. Ой, а я решила сделать тебе сюрприз. Как насчет? У меня вообще-то много работы. Так, отказа я не принимаю. Мы будем праздновать наши планы на будущее. А кто эта девушка на рисунке? Я не знаю, это старый рисунок случайно в столе нашего. Угу, миленькая. Ну что ж, давай о наших планах. Я хочу, чтобы мы объявили о нашей свадьбе. В смысле? Ну, в смысле. Устроим банкет, позовем гостей и сделаем официальную помолвку. Помолвку? Ты серьезно? Ну, по мне так помолвка это какой-то пережиток прошлого. А мне так не кажется? Это очень важно для меня. И к тому же, ой, это была идея твоего отца. А его сейчас что? Правильно нельзя расстраивать. Нужно только радовать. И еще, я хочу, чтобы ты переехал жить ко мне. Давай решим этот вопрос уже после помолвки. Хорошо, как скажешь. Скажу я вам, что помещение для вашего цветочного магазина студии флористики найти было очень непросто, учитывая ваш бюджет. За эти деньги вам лучше никто не предложит. Ну, я понимаю. Помещение пустовало порулять, так что, сами понимаете, это не Букингемский дворец. Посмотрим. Ну, как вы и сказали, выбор у меня небольшой. Тогда подпишем документы. Здравствуйте. Вам доставка. Да-да, заносите. Нужно развернуть лицом к двери. Да, и ближе ко мне. Гораздо ближе. И сюда, правее. Аккуратно. Осторожно. Не разбили? Нет. Все, спасибо вам большое. До свидания. Так, ну что? Диван будет для отдыха. А там я хочу поставить кассовый аппарат. И вообще хочу разделить на две зоны. Здесь отдых, там работа. Ну, и хорошо. Так, налетай. Ой, я такая голодная. Я знала. Ну и денек. Слушай, а может быть, тебе стиль поменять? Папа, удобный? Да, и еще мне нужно будет сто роз. Красных. Да, красных. Угу. И, пожалуйста, не подведите меня. Я буду часто у вас заказывать. Хорошо. Да, спасибо. До свидания. Да. В жизни не подумала бы, что ты можешь это все сама потянуть. Да, я и сама не верила. Слушай, здесь так красиво. И ты такая красивая, ну, прям бизнес-леди. Все благодаря тебе. Перестань. Это ты мне дала понять, что не стоит бояться своих желаний. Знаешь, наш врач Тихонов сказал, что в медицинском добор. Так. И я решила попробовать. Ленка, ты молодец. У тебя обязательно получится. А знаешь, что самое главное? Верить в себя. Я совсем забыла. У меня для тебя сюрприз. В честь открытия. Ленка. Ух ты. Как красиво. Это на счастье. Спасибо. Так. Время. Готово? Да. Давай. Внимание, внимание. Внимание, внимание. В студии флористике объявляется открытой. Ну, поздравляю. Ну, никто не говорил, что сразу толпами повалят. Мы, кстати, собираемся устроить прием, да, на котором торжественно объявим о нашей помолке. Ну, наконец-то. Слава Богу. Я очень рад. Вот видишь, я же говорила, что твоему папе понравится. Ой, извините, пожалуйста, я назвала вас папой. Хотя, привыкайте. Я думаю, что нужно подождать, пока отца не выпишут. Егор. Нет. Думаю, что вам очень долго придется ждать. Пока что меня даже вставать не разрешают. Говорят, нужен полный покой и постоянное наблюдение. И потом вот эта штука. Без нее пока что никак. Так что давайте не оттягивайте с помолвкой. Ваше счастье для меня это лучшее лекарство. Соль, ты? Да, да, я. Готовишься к экзаменам? Мозги закипают. Да. Ого. Я смотрю, ты решительно настроена. Беру пример с тебя. Ленка, ты же знаешь, что я тебя очень сильно люблю? Так, что ты натворила? Я сняла себе квартиру. Я знаю, что ты меня не гонишь, но я же должна как-то начинать строить свою новую жизнь. Соня, ты у меня самая умная. А значит, делаешь все правильно. Ленка. Ты умничка. Егор, привет. Там мама попросила передать. А ты что, решила вернуться к рисованию? Я всегда этого хотел. А тебе не кажется, что это пустая трата времени? Нет, ну, если тебе так нравится, то я рада. Очень красиво. Антонио, а че ты не здороваешься? Где твоя вежливость, а? Привет. Как-то я не узнал. А не узнал. Так ты хорошо. Это ж хорошо. Ничего богатого года, да? А? Че завис? Хочай, Жень, перезай русский, где мои деньги? Я сейчас намерен, но я обязательно... Не-не-не-не-не. Это больше не работает. У меня проблема, Антонио, большая проблема. Понимаешь, вот как болезнь. У меня аллергия. Аллергия на людей, которые забирают у меня деньги, и потом мне отдают. И я, Антонио, просто заверни. Хочешь, покажу? Не нужно. Я все верну. Мне просто нужно чуть времени. А, чуть? Ну, чуть-то можно. А если я еще раз слышу твои отговорки. Да я понял, понял. Погоди, погоди, слушай, а ты какой держишь, а? Набу у меня. Трестерой, да? Точно, трестерой. А теперь я не забуду. Привет. Ты чего такой дерганный? Ты мне можешь... Нет. Денег не дам, даже не просим. Так я же в долг. Слушай, ты должен половине района. Я не собираюсь пополнять их ряды. Ну, что же вы все так сразу, а? Слушай, а это правда, что от тебя жена ушла? Ну, типа того. Погулять вышла. Ничего, прижмет, вернется. Долго собираешься ждать? Она, кстати, неплохо поднялась на этих своих цветочках. Каких еще цветочках? Егор, здравствуйте. Здравствуйте, Соня. Как вы меня нашли? Собственно, быстро и легко. Я вас поздравляю, ваше гнездышко на всех интернет-порталах. Отличные новости. Значит, клиентов будет больше. Ну, что же, впечатляет. Как успехи? Пока не очень. Ну, люди в основном приходят за цветами и букетами, а основной доход, это, конечно, украшение крупных мероприятий. Но таких клиентов у меня пока нет. Ну, позитивный настрой остался? На месте. Ну, конечно, если не думать, что скоро платить за кредит и аренду. А вы знаете, у меня к вам сразу два дела. Да. Первое, мне нужен букет. Посоветуете? Да, конечно. Для кого? Для одной красивой девушки. А что за девушка? Боюсь, что не могу вам этого сказать. А, нет, я не в этом смысле. Мне нужно понимать, какой букет подобрать. Эта девушка очень умная и очень красивая. Я думаю, вам этого будет достаточно для выбора букета. Хорошо. Сейчас. А, вот. Я думаю, что этот букет подойдет. Ну, что же, вполне. А мне? А, нет, Егор, я не возьму с вас денег. Так, я настаиваю. Вы и так мне очень помогли. Я настаиваю. Это вам? Мне? Ну, да. Я же сказал, для умной и красивой девушки. Я думал, вы поймете, что я у вас. Спасибо. Ну, как вам? Шикарный букет. Вы знаете, сразу видно, что помогал вам профессионал. Вы знаете, я тоже заметил. А, может быть, чаю хотите? Пойдемте, пойдемте. Присаживайтесь. Вы говорили, у вас ко мне два дела. А какое второе? Ах да, второе. Мои деловые партнеры устраивают что-то вроде приема в офисе. И хотели бы украсить зал цветами. Что скажете? А зал большой? Достаточно. Ну, что скажете? Так, мне не хватит цветов. Значит, нужно заказать еще. А для этого мне нужно... Для этого вам нужно просто сказать, да. Соня, я верю в вас. Да. Отлично. Вы знаете, мне, к сожалению, нужно бежать. Я оставлю вам свою визитку. И всю информацию скину на почту. Спасибо. До свидания. До свидания. Егор, спасибо вам за букет. Не за что. Я был рад вас видеть с вами. И за заказ. И за заказ. Нет. А вы что-то забыли? А мне когда сказали, я не поверил. А тут вот оно как. Что тебе нужно? Преобразилось все. Новые шмотки, прическа. Уходи, я тебя прошу. Значит, все-таки открылась, да? За моей спиной. Это мое личное дело. Ах, вот как ты заговорил. Хочешь в шоколаде жить и со мной не делиться? Я ничего тебе не должна. Ты жена моя. А значит, должна. Да. Не густо. Хочешь, чтобы я нажала тревожную кнопку? Ну, привет, полиция. Что мне будет? Ты сказал, что это полиция. А кто? Те, кто отвечает за мое спокойствие. Врешь. Не веришь? Ты можешь сам нажать. Ну, ладно, птичка. Хочешь немного полетать? Полетай. Только смотри, не упади. В ses еще раз. Понял. Просто смотри. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне ваше лицо показалось знакомым. Где я могла вас видеть? Мне кажется, мы с вами не встречались. Я Соня. Кристина Анатольевна. Это мой офис. А вы флористка, значит, да? Да. Мне вас советовали. Надеюсь, что не зря. И что, это все не завянет до вечера? Конечно, нет. И это в охвате для такого большого зала? А это не все. Остальное со склада привезут, просто чуть позже. Угу. Какие розы? Да только не трогайте осторожно. Я очень люблю розы. Да. Да. С виду розы безобидные, но у них есть шипы. Так что, если не знаете как, лучше не трогать. Их можно обрезать, чтобы они не мешали. Ну, тогда это не будет розы. Вам виднее. Вы же у нас флористка. Надеюсь, со своей работой вы справитесь на отлично. Да. Или я вам не завидую. Удачи. А я не завидую твоему парню. Если, конечно, он у тебя есть. Алло. Алло, это... Что? Кто это? Сергеев. Цветы. Доставка. А, да, я поняла. Здравствуйте. А вы где? Мы вас ждем. Вы подъехали? Я в другом городе. В огороде? В каком огороде? Я в другом городе. Ваши цветы на складе. Меня слышно? У нас кладка. Какая кладка? Некладка. Тут плохая связь. Алло. Накладка. Я не понимаю, во сколько вы будете? Скажите мне. Алло. Что же это такое? Если. Нет. Так. Здравствуйте. Егор. Решил приехать пораньше, посмотреть, как вы тут. Отвратительно. Катастрофа. Мне не привезли цветы со склада. Там произошла какая-то накладка, и водитель в другом городе, у него сломалась машина. Так. И что, они никак не могут привезти цветы сегодня? Нет. Там на складе только сторож. У них ни рабочих, ни транспорта, никого нет. Я еще дозвониться не могу. Так. Спокойствие. Спокойствие. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ну, что ты тут придумаешь? Уже все. Я провалила заказ. Мне не заплатят. Я не заплачу за кредит. Я не заплачу за студию. Или же мы с вами сами едем на склад и сами забираем цветы. Здесь, кстати, на парковке есть микроавтобус. Я могу договориться. Егор, если мы сделаем это быстро, тогда мы успеем. Для начала вы должны отпустить меня. Ну, что? Поехали? Да. Егор, и опять вы меня спасаете. Соня, мне это уже начинает нравиться. Ой, закрыто. Так. Что случилось? Я сумку забыла. Да не переживайте, никто ее не украдет. Нет, там накладные на цветы. О, черт, а вернуться мы уже не успеваем. Нет. Может быть, без накладных попробуем, а? Ну, конечно. Они мне поверят и отдадут цветы на огромную сумму. Соня, попробуйте еще раз поставщику позвонить. А, телефон тоже там. Соня, вы прекрасны. Ну, почему со мной всегда так? Что теперь делать? У меня есть идея. Пойдемте, давайте. Егор, ну это уже получается воровство. И совсем это не воровство. У вас есть все накладные, вы заплатили за эти цветы. Потом все объясните поставщику. Ну что, нам сюда. Пойдемте. Аккуратно, аккуратно. Давайте руку, Соня. Тише, тише, тише. Берегите голову. Моя нога. Извините. Я не могу поверить, что мы это делаем. Главное не останавливаться. Давайте ко мне. Вообще, да? Да. Я думаю, да. Аккуратно. 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 Ну что, видите их? Да. Вот мои цветы. Точно они? Проверьте по накладной. Да, это они. Они? Да. Так, 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 аккуратно. Так, Соня, теперь осталось последнее. Пойдем. Пойдемте. 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 Ну, что, кажется? Цветы надо забрать. Да, убрала. Ну, вы, конечно, сумасшедший, Игорь. Ну что, вы тоже не уступаете. И вообще, после всего пережитого, предлагаю перейти на «ты». Ну, давай. Что же, вы хорошо сделали свое дело, сумасшедший. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо. Вы знаете, у меня есть для вас еще одна работа. Давайте завтра в девять у меня дома обсудим все подробности. Спасибо. Договорились? Да, до завтра. До свидания. Одну минуточку. Да, конечно. Пойдем, я хочу тебя кое с кем познакомить. Собраться, поговорить. Надеюсь, никто не скучает? Ну что вы, я обожаю все ваши мероприятия. Я рада. Дела идут в горло, это значит, есть хороший повод отпраздновать. Знакомьтесь, Егор Сорокин, жених моей дочери, мой будущий зять. Здравствуйте. Егор Сорокин? Я знаю вашего отца. Здесь все знают вашего отца. Я слышал, он в больнице. Что с ним? Да, сердце. Такой удар. Мы все молимся за его выздоровление. Постойте, так что же это получается, что ваша дочь и Егора? Да, вы угадали. Так, друзья, здесь кто-то хочет захватить весь рынок. Не волнуйтесь, мы оставим для вас немного места. Извините. Уже уходишь? А, да, моя работа окончена. А можно составить ей компанию? Признаться, это мероприятие мне уже порядком утомило. Заодно отпразднуем успешно выполненную работу. Я знаю, здесь неподалеку готовят очень хороший генфейн. Ну, что ж, пойдем. Пойдем. Я только сейчас начинаю осознавать, что вообще могло с нами случиться. Этот сторож, он же был вот прям в паре метрах от нас. Да, а если бы он нас увидел, что бы мы тогда делали, а? А вообще-то у меня был план Б. Интересно, какой. Пожалуйста, пожалуйста, отпустите нас. А я вдруг вспомнил, как мы с тобой сидели в машине перед больницей, и ты рассказала мне о своей мечте. Да. Мне кажется, это было лет сто назад. Да. Тогда ты боялась даже подумать о каких-либо изменениях, а теперь? Ты посмотри на себя теперь, какая ты стала. Ты мне очень в этом помог. Нет, я здесь ни при чем. Это все твои силы и упорство делать то, что ты считаешь нужным. Я тебе скажу, что мало у кого хватает на это сил. Так говоришь, как будто бы имеешь в виду себя. Да нет, просто мысли вслух. Здесь такое красивое место. Да, мы с детства с мамой здесь очень любили бывать. С мамой? А папа? Бросил нас. Тогда мне исполнилось восемь лет. Так что мне очень рано пришлось повзрослеть. Тебе, наверное, было тяжело? Гораздо тяжелее мне было, когда он пытался сделать видимость того, что думает обо мне. Как-то в один из моих дней рождения отец прислал своего охранника с подарком. Это была огромная машина на радиоуправлении, и все в ней светилось, блестело, пищало. Словом, лучшего подарка для пацана и представить невозможно. Но как только охранник уехал, я взял эту машину и выбросил ее в окно. Мне нужен был отец, а не его подарки. Ну, а сейчас? Сейчас вы общаетесь? Когда я закончил школу, он как будто понял, что был неправ и много сделал для меня. Помог получить образование в Лондоне, подключил к бизнесу. То есть ты его простил? Я люблю его. Люблю. Но простить, наверное, не смогу никогда. Он даже не понимает этого. И кое-что я знаю точно. Когда-нибудь у меня обязательно будет ребенок, и я не позволю ему расти без отца. КОНЕЦ Доброе утро. Доброе утро. Который час? Девять часов почти. Я опаздываю. У меня пора бежать. Так и я тоже опаздываю. Отвернись. Давай ты отвернись. Я первая. Ну, хорошо. Давай только быстро. У вас очень красивый дом. А к какому событию вы хотите украсить? Помолвка. Поздравляю. Мой жених опаздывает. Я думаю, без него начнем. Хорошо. Проходите. Как это я записала. Здесь... А мы можем вынести мебель? Да. Отлично. Тогда здесь поставим столы. Будут белые орхидеи. Будет очень красиво. Здесь розы. Пять сортов. Около тысячи штук. С переливом от красного к желтому. Здесь, значит, вазы. В углах будут стоять вазы. Высокие, красивые, изящные. В них цветочная композиция ассорти. А здесь делаем монограмму из заглавных букв ваших имен. Все будет из цветов. Интересно. Особенно идея с буквами. А, кстати, какие у вас буквы? Просто иногда бывает сочетание не очень. У нас очень красивые буквы. К и Е. Превосходно. К и Е как символ вашей любви. Угу. Четыре вазы будет достаточно. Угу. Извините, я опоздал. А вот и мой жених. Знакомьтесь. Это Егор. Найкраще кино на канале Украина. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Соня! Соня, постой! Соня! Все, поехали. Я закончила. Куда? Не важно. Прямо. Соня! Соня! Егор, а что это было? Странная какая-то, да? И он тебе ничего не говорил? У-у-у. Оказался таким хорошим. Да уж, хороший. С невестой и помолвкой на носу. Нет, но а куда ты смотрела? Он-то ладно. Но как можно было не заметить, что у него невеста? Ленка, я просто хотела быть счастливой. Понимаешь? Мне на какое-то время показалось, что у меня все может быть хорошо. Но это оказалось не так. А может, ну их нафиг? Кого их? Ну мужиков, одних одни беды. К черту их всех. Лучше быть одной. Ой, а ты не одна. У тебя есть студия флористики. Это была твоя мечта. А к мечте нужно всегда идти. Ну ты же так говоришь. Спасибо тебе большое, Лен. Ты всегда рядом в трудную минуту. Ну, мы же подруги. До свидания, до встречи. Спасибо. Вижу, дела у вас идут? Ну да, первый взнос. Удивительно. Почему? Честно признаться, увидев вас впервые, я не думал, что вы потянете свое дело. Ко мне каждый день приходят люди и берут кредиты, но большинство потом не может расплатиться. Это в голове все просто. А на деле открыть и поднять свой бизнес может не каждый. Ну, значит, я не большинство. У меня же получилось. Пока что получилось. Это ведь только первый взнос. Кто знает, что будет завтра. Спасибо. Соня, это вы? Куда вы исчезли? Да, здравствуйте, Кристина. У нас очень мало времени. Вы понимаете, нам не столько всего нужно успеть, а помалка уже на днях. Вы справитесь? Кристина, послушайте, пожалуйста. Мне очень понравились ваши идеи с буквами, с цветов, розы. Я хочу, чтобы весь дом был в цветах. Кристина, я все понимаю, но… Соня, послушайте. Я не знаю, что с вами было сегодня утром, но если мы хотим закончить вовремя, нам нужно продолжить обсуждение. Кристина, послушайте меня. Я не смогу выполнить ваш заказ. Это что значит? Простите, я… Я желаю всего хорошего вам и вашему жениху. Соня, ты так волнуешься за своего отца. Все будет хорошо. Правда. Ой, помолка уже на днях. Не могу дождаться. А чего это ведь титра так на тебя смотрят? Понятия не имею. Странная какая-то. Как и эта девушка, кстати, которая нам офис украшала. Представляешь? Она отказалась оформлять нам дом к помолвке. А это хорошая репутация, заработок. Ой, так мало времени. Переживаю, что мы не успеем… Я прощу тебя. Давай мы не будем торопиться. Хорошо? Егор, я уже нашла нового специалиста. И сейчас еду к нему на встречу. Тебе не помешало поехать со мной? Я сейчас не могу. У меня очень важное дело. Егор! Прости. Что ж такое? Соня, Соня, нам нужно поговорить. Закрыто. Руку убери. Не уберу. Я все равно дверь закрою. И сломаешь мне руку? Нам не о чем с тобой разговаривать. Я должен, я должен рассказать тебе правду. Всю правду я видела. Соня, я прошу тебя, выслушай меня. Пожалуйста. Мы с Кристиной вместе учились в фонде. Там мы стали встречаться. По возвращению я занялся управлением компанией с отцом и Кристина семейным бизнесом. Наши родители всегда, всегда мечтали о слиянии компании Сорокиных и Лебедевых. Мой отец особенно мечтал об этом. Для него это стало какую-то навязчивую идею. Отец Кристины год назад умер, после чего мой отец стал вдвоение давить на меня. Ну, а дальше ты знаешь. Сердечный приступ. И я боялся. Я настолько сильно боялся расстроить отца, что сделал предложение Кристине только поэтому. Ну, ты молодец. Ты молодец, Егор. Ты заботишься о своей семье. Заботишься о своем отце. Я только не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь. Постороннему тебе, человеку. Ты правда не понимаешь? Нет. Да потому что после нашей встречи все изменилось. Наши встречи, это мы просто мило поболтали и совершили глупость, о которой я жалею. А я ни капельки не жалею. После того, как мы совершили глупость, как ты говоришь, я ничего с собой не могу поделать. Я постоянно думаю о тебе. И я уверен в том, что ты именно та женщина, с которой я хочу провести всю свою жизнь. Ну, главное, что хочешь ты. Это самое главное. Но о невестах предупреждать нужно заранее. Я тебе о своем муже рассказала сразу. Я ничего не скрывала. Ну, а ты, ты получается, как все остальные мужчины. Егор, если бы ты действительно что-то чувствовал ко мне, ты бы совершал поступки, а не просто говорил красивые слова. Да я готов ради тебя на любой поступок. Неужели ты этого не чувствуешь? Ты помолвку отменил? Что? Плохо слышишь? Помолвку с Кристиной отменил? Нет. Ну, вот видишь, я о чем нам дальше с тобой говорить. Как красиво. Чего мне это стоило? Знаете, сейчас очень трудно найти хорошего специалиста. Я вначале наняла одну дурю. Хорошо, что вовремя выгнала и нашла хорошего флориста. Да, это очень дорогой флорист, очень. Но зато и результат соответствующий. Я прошу прощения, мы готовы начинать. Где Егор? Он где-то был. Вы начинайте, Егор сейчас подойдет. Точно? Да. Друзья, я прошу всех собраться. Мы с вами сегодня собрались в этом замечательном доме ради очень важного события, о котором нам сообщат очаровательная Кристина. Давайте ее поприветствуем. Громче можно. И... И... Мужественный Егор. Я уверен, что он уже спешит к нам. Где Егор? Егор, мы все тебя очень ждем в холле. Где ты? Давайте позовем Егора нашими аплодисментами. Егор! О, а вот и он. Давайте поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наконец-то. Друзья, это очень волнительный день в жизни двух молодых людей. Они очень долго к нему шли. Ведь знаете, каждый человек на этой планете ищет свою вторую половинку. Но не каждый находит. Егор, Кристина, вам необычайно повезло. Вы встретили друг друга. Вы полюбили. И сейчас мы хотим, чтобы вы наконец-то произнесли те слова, которые так долго хранили в ваших сердцах. Я... Я, если честно, даже... Прости. Прости. Что ты стоишь? Что ты стоишь, дуй? Беги за ним. Верни этого паршивца. Немедленно. Егор! Остановись! Что ты творишь? Кристина, дорогая, я устал притворяться. Ну, ты же понимаешь, что я тебя не люблю. Прекрати говорить ерунду. Ты просто ко мне привык. И все. А наша любовь, она... Наша любовь исчезла, ее нету. Да что с тобой? Пожалуйста, пойдем в дом. Там же гости ждут. Мы даже... Послушай, послушай, послушай меня. Я обещаю тебе, что у тебя будет все хорошо. Правда. И ты обязательно встретишь человека, который тебя полюбит. Правда. А я больше не могу. Я не могу. Прости. Егор! Егор! Если ты сейчас уедешь... Скотина! Чтобы так нас опозорить. При всех. Так, это ты виновата. Ты должна была его удержать. Я не виновата. Еще как виновата. Столько лет вместе. Никак не можешь его под венец затащить. Мам, что я могла сделать? Тебе нравится этот дом, в котором ты живешь? Машина, на которой ты ездишь, нравится? Одежда, которую ты можешь себе позволить? Так вот, без денег Егора у тебя все это заберут. И ты останешься с голой задницей на морозе. Ты этого хочешь? Да. Мы должны вернуть Егора любой ценой. Понимаешь? Дай помогу. Она не тяжелая. Я сделал это. Молодец. Поставь туда. Ты знаешь, мне стало настолько легко, как будто камень с плеча упал. И самое главное, теперь ты поймешь, что все, что я говорил, я говорю абсолютно серьезно. Что ты натворил? Ну почему же сразу натворил? Я все сказал Кристине. Все это что? Все. Что не люблю ее, и что помолвки, а тем более свадьбы, не будет. День помолвки у тебя сегодня. Ты что, сбежал? И сделал я только потому, что с первой нашей встречи я не перестаю думать только о тебе. Егор, ну в день помолвки сбегать нельзя. Почему ты не отменил все раньше? Да потому что раньше я боялся, и не мог я этого сделать. А сегодня? Сегодня я отчетливо и ясно понял, что не могу больше говорить ни себе, ни окружающим, никому. То есть ты так поступаешь, да? Сначала делаешь предложение, а потом сбегаешь. Я согласен. Я согласен. Это неправильно. Но если б я этого не сделал, было бы гораздо хуже. Для меня, для Кристины, для всех. Я просто хочу, чтобы все было, как раньше. Ты пойми, главное то, что происходит здесь и сейчас. В настоящем. А в моем настоящем у меня очень много дел. Мне нужно разбираться с заказами, мне нужно выплачивать кредит. Поэтому не мешай мне, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сбросил. Валера! Немедленно разыщи Егора. Понял. Он у барной стойки уже набрался. Не надо, я сама. Повторите. Коньячков, будьте любезны. Да, конечно. Ничего, денек выдался, да? Я смотрю, от вашей семьи не так просто избавиться. Егор, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Да вы что? Серьезно? Помолка, свадьба. Это очень серьезные события. Особенно в жизни мужчины. Вы же так боитесь потерять свободу. Ну, у него держали нервы. Сорвался, да? Бывает. И без помолвки обойдемся. Поехали домой. Женщина. Женщина, которая так и не стала моей тещей. Я вам скажу прямо, без прикрас. У меня с Кристиной все окончено. Ну, не глупи. Не глупи. Ты же знаешь, как мой покойный муж хотел, чтобы наши семьи объединились. А ты столько лет девочке мозги пудришь. Ну, будь мужиком. Женись, наконец. Вы не понимаете. Я не люблю Кристину. Ну, не люблю. Не люблю. Да мне плевать, ты слышишь? Мне плевать, любишь ты ее или нет. Женись на ней и все. Свадьбы не будет. Ты хорошо подумал? Твой отец с больным сердцем, видимо, очень обрадуется этой новости. Сам ему скажешь. Или мне к нему заехать? Приходите еще. Да, все. О, какой прекрасный день. Я закрываюсь. Привет. Какой прекрасный день, какой прекрасный день, какой прекрасный день. С тобой все в порядке? Я сейчас ума, я сейчас ума, я сейчас ума. Ленка, то что случилось-то? Да. Не Ленка, а Елена Алексеевна. Будущий врач. Ты поступила? Да, на бюджет. Умница. Умница моя. Ура, 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 господи, спасибо. Что будем отмечать? Ну да. Надеюсь, ваш визит не заставит нервничать вашего отца. Ему нужен только покой. Давайте. Что молчишь? Помолвка пошла не так, как предполагалось. Да, не молчи, говори как есть. Все хорошо, папа. Просто не ладится у меня с Кристиной. Понимаешь? Не ладится у него. Знаешь, я вот тут сутками лежу среди этих приборов, трубок. Ты знаешь, что чувствую? Смерть. Она все ближе. Пап, ну перестань. Не перестану. Послушай. Всю молодость, всю молодость, всю свою жизнь. Я только и делал, что работал, работал, зарабатывал эти проклятые деньги. И даже, даже с мамой твоей из-за них развелся. В девяностые хотел обезопасить вас. И что? Что я стал счастливым? Да, сейчас могу себе кое-что позволить, особенно, когда болен. Как мне хочется сейчас променять все это. О том, чтобы вернуться к тебе и твоей маме. Взять тебя за руку, отвезти в школу. Или поиграть с тобой в футбол. Или сходить на рыбалку. Вот о чем я сейчас думаю. Этого уже не вернуть. Я очень благодарен тебе, что ты стал общаться со мной. Что простил меня. Что пошел по моим стопам и возглавил мою компанию. Спасибо тебе. Пап, ну, будет. Будет. Вот что я думаю. Тебе не надо жениться на Кристине. Не надо. Живи своей жизнью, сынок. Мои амбиции, это мое дело. Прости меня. Прости за то, что я хотел тебя заставить жениться. Прости. А ты... Ты не представляешь, что эти слова значат на меня. Так я за кредит не выплачу. А ты не берешь. А я не беру. Ненавидишь его. А ты не берешь. Нет, ненавидеть плохо. Они с Кристиной с детства встречались. А со мной он меньше месяца знаком. То есть, сейчас ты понимаешь, почему он тебе не рассказывал обо всем. Это не оправдывает его. А чего ты его защищаешь? Знаешь, я всю жизнь плыла по течению. Делала то, что делают другие. Думала так, как другие, что нужно смириться со своей жизнью. Я мечтала стать врачом. Но боялась даже попробовать. Пока со мной не произошло чудо. Вот просто свалилось с небес. Чудо? Да. Я встретила свою одноклассницу, которая чудом избежала смерти. И вот она мне показала, что если не поддаваться своему страху, то можно всего достичь. Она ушла от нелюбимого мужа. Она влезла в огромный кредит. Но она открыла свою студию собственную. I can. Я такой дурой была, что боялась пробовать. А теперь я будущий врач. Спасибо тебе за это. Послушай, вот только услышь. Главное это то, что ты чувствуешь. Если ты любишь Егора, то все остальное не важно. Прошлое пусть остается в прошлом. Живи настоящим. Егор звонит. Ответить? Господи, подруга, ну конечно! М-м-м. Да, алло. Мне удивительно спокойно с тобой. Когда ты рядом, я знаю, что все будет хорошо. Я, я никогда подобного не испытываю. Никогда. И я прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны. И ты должна, ты должна ненавидеть меня. Если ты скажешь мне, что я не должен ни звонить, ни писать, я не буду этого делать. Но перед тем, как ты примешь решение, я, я должен тебе сказать. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Кор, я тоже тебя очень люблю. Я так давно не танцелала. У меня для тебя сюрприз. Открой. Билеты в Лондон? Я купил на уикенд в Лондоне. Ты с ума сошел, Егор? Да. Это со мной сделала ты. А виза? Бильжевая, я все решил. И, кстати, в Лондоне тебя ждет еще один сюрприз. А я-то думала, что Егор сложный человек. А у него просто баба какая-то появилась. Когда ты сделал снимок? Вы дальше смотрите. Там еще есть. Я за ними неделю наблюдаю. Они влюблены. Посмотри. Ходят по кафе, в кино, держатся за ручки, целуются на каждом углу. Сволочь с этой флористкой. А вот чего она тогда убежала. Гадина. Ты куда собралась? Найду ее. Пак и повырываю. Этим свое положение не улучшишь. Тут нужно действовать как-то иначе. Соня? Ну, чего вылупился? Чаек будешь? А как ты здесь? Чай, дерьмо. Деньги где? Пока нет. Надо немного подождать. А знаешь, что будет? Пусть твоего немного подождать. Я приду. Если не увижу денег, я сделаю тебе очень и очень больно. Счетчик тикает. Продолжение следует. Деньги. Продолжение следует... 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 Ты не могла бы меня оставить? Мне нужно побыть одному, Егор. Да не надо жалеть меня, просто оставь меня одного! Музыка Антонио! Домой торопимся? Я все отдам. Прослышите? Отдавай. Ну, только не сегодня. У меня пока нет. Но это пока. Я достану деньги. Я тебе про проценты говорил? Про то, что будет больнее говорил? Да, я это справедливо. Я сейчас еще раз опущу и подержу подружие. А потом все скажут, что самоугадство. Не надо, пожалуйста. Я все отдам, клянусь. Клянусь, ничего не стоит. Я, у меня денег нет. Но я знаю, где достать-то. Именно проценты хватит и еще останется. Ты мне басни не рассказывай. Это не басни. У моей жены студия афористики. Она застрахована на круглую сумму. Урю. Нет, клянусь. Сейчас. Сейчас. Вот. Вот. Фотостраховки. Если со студией что-то случится, моей жене выплатят огромную сумму. Так это твоей жене выплатят, а не тебе. Так я ее муж. А значит ее деньги, мои деньги. Твои деньги. Да, мои деньги. Запомни. Приехали. С вами все в порядке? Да. Лучше не бывает. Ну, здесь закрыт магазин вроде бы. Может вас домой отвезти? Нет, это не магазин, это моя студия флористики. Домой я не хочу. Спасибо за беспокойство. Пожалуйста. Спасибо заступление! Продолжение следует... Ведома Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, все сделано в лучшем виде Тут все хорошо, вам нечем беспокоиться Спасибо, до свидания Всего доброго Да, ну вы же понимаете, насколько это важно Если он узнает, то всему конец Все справки оформили на вашу дочь, так что не волнуйтесь От меня никто ничего не знает Это вам за труды А вы ее знаете? Что? Ну, о чем вы с ней говорили? Леночка, что за вопросы? Мне просто интересно О чем я говорю с пациентами, это конференциально То есть, она ваш пациент Не ваше дело Вставай Будешь в этом неотразима Мы что, все-таки идем? Конечно Будет подозрительно, если мы не явимся Так что давай, одевайся Надо поторопиться Что-то я не очень туда хочу идти Егору сейчас нужна поддержка Мам, ему от меня ничего уже не нужно Ему нет А тебе нужно с ним поговорить Все уже сказано Ну, нужно же ему сообщить, что ты беременна От него Но я не беременна Вот Видишь эту закорючку? Это ваш с Егором ребенок Я не понимаю, мама Ну, что непонятного? Я купила эту справку И прочие необходимые снимки Так что официально ты беременна А ты знаешь, как Егор относится к детям Допустим Но я не беременна, мам Что мы потом с этим будем делать, а? Вот когда наступит потом Тогда и будем решать Давай, поторопись Когда я был ребенком, мне очень сильно не хватало отца Я знал, что он есть где-то рядом Но мне необходимо, чтобы он был со мной И из-за этого я не мог его простить Не мог Только теперь я понял Что все, что делал отец, он делал ради нас с мамой И все его поступки были абсолютно оправданы Но сказать это я не успел Егор, теперь он все знает И всегда будет с тобой Всегда Егор, у меня не хватает слов Это так неожиданно Такой удар для всех нас Прими мои соболезнования Если что-то нужно, ты знаешь, мы всегда рядом Спасибо, Светлана Викторовна Егор Мне очень жаль Я недавно хоронила своего отца Я помню И я знала, как это трудно Если тебе нужно будет Выговориться Знай, что никто тебя не поймет Так, я Вот это такая утрата, Егор Твой отец еще был так молод Мои соболезни Спасибо Егор, можно тебя на минутку Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время Но я больше не могу видеть, как Кристина мучается Светлана Викторовна, вы опять об этом Время действительно не самое подходящее Нет, я не об этом Ну, бросил Кристину, твое дело Но знать ты должен Кристина против того, чтобы я тебе это сообщала Ну, я считаю, так будет правильно Значит, что Как говорится, кто-то уходит из этого мира, а кто-то приходит Кристина беременна Как беременна Как беременна Да Вот Ты можешь взглянуть Это твой, твой ребенок, Егорушка Только прошу тебя, не говори Кристине, что я тебе это показала Она сейчас в таком состоянии Кристине сейчас нельзя волноваться Что бы вы ему сказали? Ну, это ты, девочка Ты же знаешь, что ты птица Не его полеты Да и вообще Даже не птица Кристина, Кристина Да А, Егор? Ой, я немного задумалась Столько мыслей в последнее время Я, кажется, знаю, о чем ты задумалась Да, сомневаюсь Почему ты не сказала мне? О чем? О том, что ты беременна Ты должна была мне сказать об этом А зачем? Егор, ты меня бросил Забыл? А если тебе не нужна я То наш ребенок тем более Зачем так? Ты прекрасно знаешь, что ребенок для меня это главное Я никогда не брошу своего ребенка Егор Я поздравляю тебя Ты же так этого хотел Надеюсь, ты сможешь дать своему ребенку то, чего не дал тебе твой отец Я не понимаю, как она могла забеременеть А так иногда происходит, Леночка, когда мальчик и девочка проводят время вместе Слушай, я видела маму Кристины в больнице Она говорила с акушером-гинекологом Теперь я понимаю, о чем Ты мне так гадку На травах Мне бы на алкоголь Соня Соня Надо бороться за Егора Лен, у него будет ребенок От девушки, на которую он хотел жениться Вот что ты мне предлагаешь Разрушить будущую семью, чтобы ребенок рос без отца Нет, я это не предлагаю Ну сколько можно лежать и ничего не делать в постели? Сколько ты уже на улицу не выходила? Мне ничего не поможет Давай не забывать, что у тебя есть мечта Нужно к ней стремиться Пожалуйста, я ничего больше не хочу слушать Ни про Егора, ни про студию Ну хватит, ну оставь меня Как знаешь В этапе Я не могу Нет, нет Матери На уходя На уходя Отдеваю Нех Соня, я к тебе три дня дозвониться не могу. С тобой все в порядке? Да. Господи, Сон, ты до чего себя довела? Дверь не заперта, в комнате срач. Это вообще ты? Да, это я. Слушай, ну, я в курсе, что случилось с твоей студией. Ты так старалась, а тут… Это несправедливо. Какая разница, как я старалась? Но все равно, Соня, так нельзя. Какая разница, как можно? М-м-м. Уже день… Я тебе сейчас кофе сварю. Мне кофе? И добавлю немного коньяка, чтобы взбодриться. Ты сведенька. Ну, так, хоть дышать можно будет в квартире. Антон, а ты делал мне кофе, убирался дома, сейчас даришь цветы, аж что происходит? Ну, а ты как думаешь? Мы же друг другу не чужие, и что бы там ни было, Соня, ты мне не безразлична. Когда ты ушла, я в ноги понял. У нас был очень сложный период в жизни, но… Вся наша жизнь была очень сложным периодом. Ну, давай будем честнее. Да. И сложная она была из-за моих поступков. Я посмотрел на наши отношения твоими глазами и увидел, с каким существом ты жила. Мне очень жаль, что я был таким. Но я изменился с вами. Ну, еще скажи, что ты играть бросил. Бросил? Не похоже на правду, да? Вообще-то нет. Что это? Я уже две недели хожу в эту группу. Там, таким, как я, помогают справиться с зависимостью от азартных игр. Прости, Антон, я уже не знаю, чему верить. Правда. Соня, я бросил играть. Я хочу показать тебе еще кое-что. Ты приходи сегодня к нам домой на ужин. К нам домой? А. Ну что? Это наш малыш. Так необычно чувствует себя отцом. Сама. Только, пожалуйста, в следующий раз я пойду с тобой, ладно? Нет, Егор. Ты же понимаешь, что я не могу так быстро тебя простить? Я каждый день думаю о том, как ты был с этой… Кислин, послушай, я… Молчи. Я все понимаю. Просто нужно время. Я уже думала, что буду расти от ребенка одна, но ты же вернулся. Молчи, я счастлива от одной мысли, что у нас с тобой будет ребенок. Это очень важно. Очень важно, чтобы ребенка воспитывали оба родителя. Субтитры подогнал «Симон» – Проходи. – Привет. Давай помогу. Вкусно пахнет. Ужин. Кстати, сам приготовил. Ничего себе. Да, весь вечер на кухне суетился. Надеюсь, тебе понравится. Да. Ты такая красивая. Спасибо. Ну-ка, проходи. С ума сойти. Да ты садись. Антош, ты никогда раньше не делал для меня такого. Слушай, Соня. Я впервые в жизни осознал, как я жил раньше и как был несправедлив к тебе. А ты всю жизнь заботилась обо мне и любила. Я очень перед тобой виноват. И я очень хочу все начать сначала. Но уже по-настоящему. Понимаешь? Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы у нас был ребенок. Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок? Ну, конечно. Как раз таки ребенка, нашего ребенка. Нам не хватало, чтобы быть счастливыми. Антон, извини, я... Я не могу пока. Все очень быстро. Прости. Ну, тогда давай ужинать. Ну, тогда давай ужинать. Давай, пошел, пошел. Давай-давай, вперед. Простите. Простите. Да? Простите, что он этим промышлял. Подменял снимки беременных и записывал все в блокнот, чтоб не забыть. Кристина Лебедева. Кристина Лебедева. Кристина Лебедева. Привет. Соня, у нас только что такое произошло. А ты что, уезжаешь? Да, я возвращаюсь к Антону. Как к Антону? Ты что, с ума сошла? Он же тебе жизни не давал. Лен, вот что ты пришла? Все такие умные, знают, как мне лучше. Займитесь собой, а я возвращаюсь к мужу. Да к мужу не надо возвращаться. У нас в больнице врача рисовали. И что? Этот врач, акушер-гинеколог, он выдавал всем ложные справки о беременности. Ты подумай, он выдал такую же справку Кристине, а она не беременна. Она обманывает Егора. Да, бывает же. Бывает же. Это все, что ты сейчас хочешь сказать? Лен, ну что ты хочешь от меня? Дело ведь не в беременности Кристины, а в поведении Егора. Ведь если бы он хотел быть со мной, ну, наверное, он бы был. Да как ты понять не можешь? Он просто ответственный. Он не хотел оставлять своего будущего ребенка. Это Кристина, сволочь! А ты должна пойти ему все рассказать. Я должна? Да! Нет. У нас с Егором все кончено. Моя жизнь налаживается. И, между прочим, Антон бросил играть. И он хочет, чтобы у нас с ним был ребенок. Антон? Да. Да, Лен, он изменился. И когда мне было плохо, Антон пришел поддержать меня. А Егор отвернулся. Так что все, хватит. Дело в том, что у нас в больнице, на взятках и подделывании справок попался один врач. Подождите, я не совсем понимаю. Я здесь при чем? При том, что такую справку он подделал для Кристины. Она не беременна. Что за бред? Послушайте, если вам нужны доказательства, подробности обратитесь к главврачу Тихонову Федору Богдановичу. Он вам обо всем расскажет. Сходите к нему. Чем ты так увлечен? Кое-чем занят важным. Важным? Антоша, я надеюсь, ты не искал? Да не играю я. Но я же тебе сказал, что завязал. А что ты делаешь? Работаю еще. Столько вакансий, даже не знаю, что выбрать. Вот, например, курьер со своим велосипедом. Как тебе? Так сейчас же зима. Ну, значит, зимнюю резину поставлю. Или вот, раздавать флайеры в костюме рождественского кролика. Оплата почасовая. Антон, ну какой кролик? Ну, а что, прикинь, твой муж — рождественский кролик. Да. Да. Слушай, а может быть тебе ремонтами опять заняться? Ну, помнишь, у тебя хорошо получалось? И доход был хороший. Ремонт? Ну, да. Ну, а почему бы и нет? Как в старые добрые времена. Как в старые добрые. Ну, а ты чем теперь думаешь заниматься? Я не знаю. Правда, не знаю. Наверное, придется проситься на старую работу. Нет. Моя жена достойна большего, чем офисная работа, на которую ее никто не ценил. Ну, и что мне делать? Так, а может не сдаваться. И продолжать заниматься цветами. Ну, а что, открой новую студию и я буду тебе помогать. Ну, мы же теперь вместе? Мы команда, мы сила. Ты серьезно? Ну, да. Антоша. Я не понимаю. Я правда не понимаю, как можно быть такой. Даже человеком назвать нельзя. Поделывать справки о беременности, показывать мне с ним и кузей, говорить, что это наш ребенок, это верх лицемель. Егор, послушай. Это все ради нас. Я люблю тебя. Ты? Ты любишь? Ты черство, эгоистичное существо. Я боюсь, ты даже не знаешь, что такое любовь. Никогда не узнаешь. Егор, я правда люблю тебя. Да хватит! Хватит! Из-за тебя, из-за тебя я испортил отношения с человеком, которого я настоящему люблю. Ты знала, как я отношусь к детям и воспользовалась этим. Я никогда тебе этого не прощу. Слышишь? Никогда! Ну, конечно. Вот и так, кто за всем этим стоит. Егор, успокойся. Давай все обсудим. Да, ни перед чем не остановитесь. Победа любой ценой, пойдете даже на такую низость, да? Егор, это же все ради тебя, ради нас всех. У вас с Кристиной все будет хорошо. Доверься нам, и все будут счастливы. Новая семейка. А знаете что, вы, вы стоите друг друга. Хорошо, что я вовремя во всем разобрался. Егор, постой. Постой, Егор! Вернись немедленно, Егор! Довольно? Да, не могу поверить. А кто бы мог подумать, что Антон может измениться? Да. То есть, вы сейчас с ним вместе? Да, да. Живем. Только живете? Лен, ну, спим в одной кровати. Близости пока не было. Ну, я рада, если у вас все хорошо. Значит, так и должно быть. Да. А представляешь, он тут сказал, что хочет, чтобы я занималась дальше своим делом. Несмотря на то, что студия сгорела. Ого! А он знает, какой огромный тебе кредит нужно выплачивать? Да. И он хочет помогать. Но ты же понимаешь, что денег на вторую студию тебе никто не даст? Так и не нужно. Мы сами будем делать ремонт. Студия была застрахована, и скоро я пойду за деньгами. А Антон об этом знает? Я ему скажу, когда будет решение о выплате. Лен, я его таким еще не видела. А это все ты виновата, мам. Ты понимаешь, что если бы ты не вмешивалась, все бы шло своим чередом. И Егор бы женился на мне рано или поздно. У нас не было времени ждать. Егор тебе только голову морочил. Вы еще в Лондоне начали встречаться. Сколько лет прошло? Какая разница? Он уже ушел. Стоп. Еще не все потеряно. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Что мы можем придумать? Да все что угодно. Главное думать. Мама, хватит думать. Спасибо. У меня есть один нотариус. У него должок передо мной. Надо будет с ним переговорить. При чем здесь нотариус? Ну, нам же Егор сам не нужен. Нам нужны его деньги, компания его отца. Не можем заполучить Егора. Попробуем заполучить его компанию. Угу. Мам, тебе убийства мало? Ты решила рейдерством заняться? А что ты предлагаешь, дочь? Может быть, ты знаешь, какой у нас выход? Смириться. Смириться? Мы банкроты. Мы не можем выплатить по обязательствам. Меня будут судить. Ты это понимаешь или нет? Понимаю. Потом еще и про убийство узнают. Ты, между прочим, пойдешь как соучастница. До свидания. Соня, постой. Соня, постой. Ну, постой. Ты же видишь, что я тебя жду. Что ты хочешь? Чтобы я опять тебя выслушала? Да, хочу. И это очень важно. Я так не думаю. Кристина Небремина. Все это было ложью. Я знаю об этом. Ну, тогда ты должна понять меня. Я ничего тебе не должна. Беременна Кристина или нет, это не имеет никакого значения. Наши с тобой отношения закончены. Егор, ты не маленький мальчик. Ты должен это понять. Послушай, даже когда я думал, что Кристина в положении, я… Я все равно не переставал любить тебя. Ты не можешь представить, насколько это тяжело стоять перед выбором между любовью к тебе и к ребенку. Почему я все время должна тебя понимать? Ты можешь меня понять? Я хочу семью, Егор. Нормальную семью. Эй, козел! Я тебе сейчас все кости переломаю. Антош, подожди минуту. Вообще-то это мой муж. Да, он не образцовый. Но он старается измениться к лучшему. И делает он это ради меня. Я из окна увидел, как этот придурок с тобой разговаривает. А ты что, с тобой общаешься? Нет. Страховку получила? Да, деньги здесь. Ты так просто с этой сумкой ходишь? Я была с тобой в банкете. Давай, слушаю. Хорошо, сейчас буду. Экспертиза после вскрытия вашего отца несколько затянулась. Но сейчас уже все результаты готовы. Послушайте, я об этом все равно ничего не понимаю. Есть неутешительная новость. Вашего отца, он не умер собственной смертью. Его, его убили. Вы простите? Геннадий Викторович, следователь. По предварительным данным, кто-то намеренно прервал работу аппарата, поддержание жизнеобеспечения. Ну, это же бред. Это же бред. Зачем, зачем кому-то это делать? Обергруппа сразу осмотрела палату вашего отца. Учитывая заключение после смерти, сомнений не может быть. Сорокина Илью Геннадьевича, к сожалению, убили. Убийца сорвал трубку с аппарата, тем самым вызвав смертью пациента. У вас есть подозреваемые? Пока нет. Вы единственный наследник, поэтому я решил с вами поговорить. Вы сейчас на что намекаете? Ни на что. Пока ни на что. Даже наоборот. Я надеюсь, что вы поможете внести кое-какую ясность в это дело. Убийца оставил на месте преступления улику. Это страз. Страз был оставлен на трубке аппарата. Вы имеете представление, кому он может принадлежать? Предлагаю тост. За возрождение студии флористики и за новую жизнь. А давай за счастливую жизнь. За нашу счастливую жизнь. Что же, теперь я вас могу поздравить с заключением сделки. Надеюсь, ты не жалеешь о своем решении? Все-таки компания твоего отца и моего лучшего друга. Ни в коем случае. Бизнес – это не мое. Ну, теперь ты вольный, как птица. Чем же ты собираешься заниматься им? А вот чем пока не знаю, но знаю точно, что вернусь в Лондон. Здесь меня больше ничего не держит. Рейс сегодня вечером. Удачи. Спасибо. Лебедева Светлана Петровна, вам лучше проехать со мной. С какой стати? Вы обвиняетесь в убийстве Сорокина Елии Геннадьевича. Что за бред? На месте преступления был найден страт с женского ногтя. А также ваши отпечатки пальца на трубке аппарата. Ну и что? Вам лучше проехать с нами добровольно, тем более, что в машине вас кое-кто ждет. В том участке все объяснят. Прошу. Мам! Осторожно, к головой не ударьтесь. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Аддор! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я сказала, пожалуйста, подожди в машине. Антон, а где деньги? Где ты? Сонечка, все хорошо. Ты что, опять в автоматах играешь? Не-не, все нормально. Все нормально. Давай, давай, давай. Алло, да. Здравствуйте. Это пожарный инспектор. Вы бы могли ко мне подъехать? Выяснились некоторые подробности расследования о пожаре. Какие еще подробности? Это был поджог. Надеюсь, вы еще не получали денег по страховке. Иначе их придется вернуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Соня! Что это за бардак в квартире? Совсем от рук отбилась? Антон, где деньги? Чего? Какие деньги? Мои деньги. Ты играл, я слышала. Да у меня система новая, стопроцентная. Сколько ты проиграл? Такие казино эти, твари-мошенники. Моя система не могла проиграть! Ты что, все проиграл? Я не проиграл. Меня обманули. Ты же обещал мне. Ты же ходишь в эту группу помощи. Да никуда я не хожу. Я сказал это тебе, чтобы ты мне поверила. А ты же поверила, да? Что? Поверила. Эти все ужины, уточки, шампусик. То есть, все, что было здесь, это из-за денег? Из-за этой дурацкой страховки? Как ты мог заранее... Ты рылся у меня в квартире. А что мне было делать, а? Ты же оставила меня в долгах? А сама, видите ли, бизнес свой открыла. А мне деньги нужны. В студии был поджог. Это тоже ты? Так. Ты тут вроде бы свое шматье собирал. Ну так что ты остановилась? Давай, вали отсюда! Тебе это с рук не сойдет. А что будет, а? Что будет? Я пойду в полицию, понял? Нет, что ты никуда ты не пойдешь, поняла? Или ты забыла, что такое жить с мужем? Ну, бежать! Еда, ужин, разогрей ее тебе, давай. Ты же голодный. Вот, знаю свою женушку. Разогрей. И в квартире потом приберись. Обмануть меня хотела! Дрянь! Ты сядешь! Заткнись! Ты будешь глянить в терме! Заткнись, я сказал! Заткнись, я сказал! Нет! Ты как-то, ты как-то, смотри на меня, ты как-то. И сюда. Соня, Сонечка, тише, тише, моя хорошая. Тихо, тихо, держись, моя маленькая, держись, сейчас, сейчас. Алло, скорая, срочно человек умирает, срочно! Заречная, 52! Соня, Соня, все хорошо, я рядом, слышишь? Егор, я люблю тебя. Соня, Соня, Соня! Я так и не успел тебе этого сказать. Но знаю, как ты хотел это услышать, отец. Я давно простил тебя. Я люблю тебя, я всегда любил. Всегда. Ну, я ж тебе сказал, сидеть в машине. Врач запретил тебе много двигаться. Егор, все в порядке. Я прекрасно себя чувствую. Рано почти зажила. Ой, я не переживу, если с тобой что-то случится. Все будет хорошо. Пойдем? Пойдем. Да, можно? Да. Не думала, что когда-нибудь еще увидимся. Да, но я же сказала, что я приеду. Четыре года прошло. Да, время, конечно, летит. А ты надолго? Ну, можно здесь дела. Открытие выставки. Да, картины Егора пользуются большой популярностью в Лондоне. Ну, а здесь это первая выставка. Это прекрасно. А я, кстати, буду открывать студию флористики. Так ты не забросила цветы. Нет. Они же прекрасные. Как я могу без них жить? У меня три студии в Лондоне. Несколько в Европе. И еще будет здесь. Соня, ты, ты просто молодец. Нет, Ленка, это ты молодец. Стала врачом. Елена Алексеевна теперь. Да, жизнь меняется. Бегите к маме. Бегите к маме. Ладно, Леночка, я побегу. Болтаем еще. Рада была видеть. Ну, что, пойдемте? Давай, ручку. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова